Перед вами представлен план городища у деревни Малая Стрекаловка. В засеке таят себе вот еще и такие уникальные находки, как совершенно неизвестные до настоящего времени памятники археологии, которым насчитывается более двух тысяч лет. С прекрасно сохранившейся системой фортификации в виде двух валов в напольной части, несколько валов в мысовой части. Это городище. Это городище относится к рубежу эр, к первым векам нашей эры. Таких памятников доселе на территории тульских засек выявлено не было. Собственно, это очень важный момент в изучении вообще всей истории, наверное, тульского края, в том числе именно археологической истории тульского края. Другое городище, которое также было обследовано, это городище Слобода. Тоже на территории тульской засечной черты. И это еще более монументальный, если можно так сказать, памятник археологии. Это городище, которое насчитывает две площадки. Одна площадка, вторая площадка и целую систему валов и рвов. Три вала и рва, и здесь тоже два вала и рва. Это тоже уникальный памятник первых веков нашей эры. Дело в том, что вы прекрасно представляете, чем больше антропогенная нагрузка на памятники археологии, тем меньше археологам достается для того, чтобы полнее понять, что это был за археологический объект, как его изучать и какую информацию он может донести до современников. Засеки, по сути дела, законсервировали эти памятники и сохранили их в первозданном виде до настоящего времени, на протяжении двух тысяч лет. Естественно, в первую очередь это касается второй половины второго тысячелетия, когда антропогенная нагрузка все с каждым столетием возрастала, возрастала, возрастала и становилась все больше и больше. А это небольшие примеры, которые показывают, насколько хорошо могут сохраняться памятники археологии в засеках. В частности, на территории засечной черты нами был обнаружен вот такой грунтовой могильник, причем по обряду кремации. То есть, представляете, что покойного кремировали, то есть сожгли на костре, затем из костра погребального взяли небольшое количество косточек, и затем их просто навсего сыпали на поверхность. Не выкапывали никаких ямок, не делали никаких могил, никаких конструкций, ничего. Просто прах и косточки высыпали на поверхность. И вот при обследовании такой территории, недалеко от очередного найденного поселения, мы обнаружили вот такое скопление косточек. Сначала подумали, может быть, это имеет отношение к какой-то живности, которая по какой-то причине, ей уже много десятков лет. Но мы эти косточки собрали и передали на анализ антропологу. И антрополог нам ответил, что да, это кальцинированные кости, то есть сожженные, которые подверглись минимуму от 400 до 700 градусов температуры горения, причем кости и человеческие, и животных. Ну то есть это какое-то животное, которое тоже могло быть привнесено в качестве вот такого погребального дара. То есть это ничто иное, как грунтовой могильник. Для нашей территории, и причем этот могильник относится к 3 веку нашей эры, то есть вы представляете только, что на протяжении последних, считай, двух тысяч лет лес, по сути дела, сохранил даже такие уникальные памятники. Сложно представить себе, если вот по такому погребению проехал бы плух или бы трактор. Разумеется, ничего бы от этого, конечно, не сохранилось. Не то чтобы ни одной косточки, мы даже бы не знали о том, что подобные памятники археологии могут существовать. Он бы просто навсего не сохранился ни в каком виде. Почему иногда у археологов возникают такие вопросы о том, что а какой был погребальный обряд у того-то или такого-то населения? Мы находим памятники, но не знаем, как эти люди, которые жили на этой территории, хранили своих умерших. А вопрос, порой, или точнее ответ, в общем-то совершенно очевиден. Сохранность археологических объектов. Вот на территории засеченного леса эти объекты сохраняются в таком виде. Это как раз-таки еще один такой маленький ответик на то, почему, собственно, лекция была названа. Лес, в котором остановилось время. Другой пример. Прекрасно сохраняются заглубленные в грунт части построек. Прекрасно понимать, что когда люди копают погреба, какие-то ямы хозяйственные, после их функционирования они потихоньку-потихоньку заплывают, иногда их закидывают мусором, они превращаются, по сути дела, в помойки. На открытых пространствах что? Эти территории просто навсего запахиваются. И никаких следов о том, что на поверхности, что здесь когда-то было какое-то сооружение, просто навсего не сохраняется. И каково же наше было удивление, когда мы обследовали ряд памятников археологии первых веков нашей эры, эпохи средневековья, 14-15 века, и обнаружили вот такие западины. Западины, они, конечно, плохо, может быть, все видно на фотографии, но здесь видно, что есть небольшая ямка. И эти ямки не являются поздними, они не относятся ни к 20 веку, ни к современности, началу 21 веку. Они действительно имеют отношение к рядом расположенному памятнику археологии. И им тоже, они тоже насчитывают много-много сотен лет. То есть, если убрать вот эту антропогенную нагрузку на археологические объекты, то мы видим, что они практически в первозданном виде сохраняются до наших дней. И опять же, благодаря тому, что они расположены на территории Тульской засечной черты, эти объекты прекрасно до нас сохранились. Ну а теперь непосредственно памятники археологии времени функционирования засечной черты. Это ключевой вопрос. Могу сразу сделать такую отсылочку, что я не ставил целью подробно рассказать о каждом элементе засечной черты тульских засек. Вы можете посмотреть прекрасные лекции Игоря Геннадьевича Бурцева, которые размещены у нас на сайте Музея-Заповедника Куликово-Поле. Они размещены в наших соцсетях. У него есть целая серия лекций, посвященные непосредственно истории и археологии тульских засек и истории тульского Кремля. Здесь я хотел бы обратиться к основным памятникам археологии, которые относятся к 16-17 веку. Вот нам известна такая прекрасная карта Герица с изображением засечных черт с самого начала 17 века, когда, наверное, тульские засеки-то испытывали большие трудности. Смута практически вот-вот только закончилась и должного внимания засекам еще не уделялась. Подновление и поновление, ремонты произойдут только в 30-х годах. Но вот на карте изображены засечные леса. Они так и подписаны вот здесь засеки, что для нас является крайне важным моментом, что даже западноевропейские картографы имели прекрасное представление о том, что где-то на южной окраине лесной зоны далеко в России существует вот такая уникальная, по сути дела, передовая линия обороны от кочевников с юга. Что представляла ИСС Засика? Ну, перескажу общие какие-то истины. Главное, конечно, это был лесной завал. Это был основной элемент фортификации. Собственно, Засика. Почему? Засекать. То есть деревья на высоте, по сути дела, человеческого роста подрубались, и кронами деревьев, собственно, заваливались в направлении противника. Такой лесной завал пройти было просто невозможно. Причем этот завал устраивался на протяжении всего засеченного леса в длине, по длине, и на ширину в несколько, собственно, верст. То есть засечная черта таким образом представлялась действительно сложно проходимую территорию не только для пешего, не только для конного, но и для пешего человека. Просто это было пройти невозможно. Открытые участки, там, где леса не было, где его до этого свели по каким-то причинам, устраивались надолбы, рогатки, дополнительные элементы фортификации для того, чтобы не конный воин, да и, в принципе, и пеший, в общем-то, тоже пройти не мог. Это, в принципе, такая реконструкция плана осады Смоленска 34-го года, в общем-то, вторая четверть 17-го века, которая вполне хорошо иллюстрирует, что и как понимать засечную черту. Какие основные элементы вообще периода функционирования засек можно выделить? Вот в данном случае приведен фрагмент малиновой засеки, как наиболее, наверное, хорошо изученной, и с точки зрения истории, и с точки зрения археологии. Здесь мы видим два памятника археологии или два объекта. Это, собственно, опасный городок, об этом я еще вам расскажу и покажу, и Орловы ворота. То есть в тех местах, где проходили дороги, были какие-то разрывы, устраивались специальные так называемые острожки для того, чтобы эти пролазы, если можно так сказать, охранять. Городки же были нужны для того, чтобы в момент, если надвигалась какая-то опасность, сконцентрировать на этой территории войска. Что вот из себя представляет? Нами с 2014 по 2017 год обследовался вот такой городок стоялый земляной, или опасный, как он упоминается в документах, недалеко от деревни села Орлова Щекинского района. Но если кто когда-то побывает на этом памятнике археологии, конечно, то можно совершенно просто поделиться такому масштабу этого фортификационного искусства, фортификационной мысли. 100 с лишним метров в ширину и больше 300 метров в длину. Это земляные укрепления с башнями. Это уникальный памятник, причем не только археологии, но и истории, где были отражены, наверное, самые передовые идеи военного искусства Западной Европы. Ни для кого не секрет, что в подновлении, например, и некоторых элементов черты, в том числе опасного городка, участвовали голландские специалисты. Поэтому неспроста мы видим не совсем типичные для нашей территории такие башни, которые по периметру расположены, как ревелины. И поэтому это очень уникальный памятник для нашей территории. Помимо всего того, еще существовали острожки. Вот те самые острожки, которые прикрывали основные пути или проходы через засеки. Вот один острожек у Орловых ворот мы также обследовали, изучали. И это, если по размерам брать, небольшая крепостица 50 на 50 метров с хорошей сохранностью валов, рвов и основных элементов фортификации. Ну, для того, чтобы не быть голословным, все-таки мы не остановились на сугубо научном исследовании, а решили нести науку в массы. И Орловы ворота стали основой создания макета, который будет частью выставки государева стража. Ее, собственно, открытие планируется на весну. И, в принципе, летом в Маховом, на Куликовом поле вы сможете посмотреть эту выставку и увидеть в том числе вот этот макетик, который был создан по результатам наших археологических исследований собственно, вот этих самых Орловых ворот. Вот, вы видите, да, вот все эти укрепления, как, где, что располагалось. Вот, крайне интересно, любопытно. То есть, это привлечение данных и письменных источников, и данных, собственно, археологии. Опять же, конечно, здесь невозможно не сказать огромное спасибо Игорю Николаевичу Бурцеву. Еще один такой пример крепостицы угроборонных ворот. Вот, это космоснимок. Не всегда объекты засек, которые расположены на территории, собственно, уже не засечной черты, не в лесу, доходят до нас в первозданном виде. Вот так этот элемент сохранился в настоящее время. Конечно, естественно, он сильно пострадал, да, но так или иначе основные какие-то элементы на, собственно, этой крепостицы, безусловно, угадываются. Но что происходит с памятниками? Не только археологии, но в данном случае мы говорим о фортификационных укреплениях именно засечной черты, если человек прикладывает к этому свое особое сильное внимание. Земляной или Устинский солдатский городок. Существует план известного тульского археолога Дорора 1939 года, глазомерный план. Известно фото Браздинского 1958 года, где это довольно-таки внушительное сооружение, да, просто даже по фотографии можно представить, какого оно размера, какие валы и рвы были и сохранены на тот момент, на 50-е годы, и что мы имеем в настоящий момент? Современное поле, где только на космоснимке мы видим легкие следы абриса этой крепости. В результате хозяйственной деятельности этот достаточно уникальный элемент, собственно, засечной черты, он просто навсего был уничтожен. А вот подобных крепостиц мы знаем не больше двух десятков на территории засек, ну, чуть больше. И вот в том числе это один из которых, в общем-то, до наших дней не сохранился. Что было дальше? В 16-17 век, безусловно, засеки сыграли свою решающую роль в обороне московского государства, в защите московского государства. Но с наступлением 18 века, с преактивной внешней политики Петра засеки приобрели другой смысл, другое значение. Естественно, уже оборонительное значение засек к концу 17 века ушло, оно стало, собственно, не столь важно. Почему? Потому что границы московского государства, они отодвинулись далеко на юг. И, в общем-то, засеки перестали быть тем, той передовой линией, которой они выполняли роль в 17 веке. Но это не значит, что засеки перестали играть важную роль в защите российского государства. Я так это и назвал. И снова лез на защите государства. То есть они, по сути дела, превратились в важную сырьевую базу для того, чтобы развивать отечественное кораблестроение и отечественную металлургию. Засеки стали важным источником корабельного леса. И в данном случае отдельные участки засек, даже были выделены заповедные районы, в которых категорически было запрещено что-либо рубить. То есть это, опять же, по сути дела, была как охранная грамота к тому, чтобы засечный лес устоял. Другой важный очень момент. То, что засеки стали важным моментом или важным местом, откуда, в общем-то, брали древесину для нужд оружейного завода. Сам завод был построен в 12-м году, но, в общем-то, эту древесину брали еще и для вододействующих заводов из 17-го века и начала 18-го века. В любом случае, тут никуда не денешься. Такие ценные, огромные лесные массивы, но при благостном подходе, правильном подходе и к правильным рубкам они обеспечивали необходимые сырьевые ресурсы для того, чтобы металлургические заводы продолжали делать оружие для нужд российского государства. Есть карты, планы генерального межевания конца 80-х годов 18-го века и 20-х годов уже 19-го века, на котором изображен участок малиновой засеки, который по экономическим примечаниям был выделен еще гораздо задолго до этого времени при Петре I Демидовом, для того, чтобы те обеспечили себя или свои заводы рудой. Дело в том, что малиновая засека, по сути дела, это место первых рудных копий Никиты Демидова, которые были выделены ему Петром. Как в свое время писала исследовательница Стоскова, только в Тульском районе разрабатывались коренные залежи железных руд. Это почему важный момент? Дело в том, что в других районах известны залежи железных руд в основном болотных, либо озерных. Но такое качество и количество железных руд обеспечивает и может прокормить промысловое производство, железоделательное. Но когда мы говорим о заводах, которые существовали со второй четверти 17-го века и далее на территории Тульского края, безусловно, мы можем говорить только о коренных залежах железных руд. И вообще, если посмотреть, вот где расположена Тула, неспроста вот здесь показана малиновая засека и как раз-таки вот эти участки, где располагались рудники. Ну и, конечно же, Оленья гора, да, под Дедиловым. Это хорошо известно и в письменных источниках на место, где добывали железную руду. Но вот тот самый участок, о котором я говорил ранее, вот он здесь и был, собственно, расположен. То есть засеки еще стали еще и важным местом, где добывали руды. И вспомните то, о чем я говорил про памятники археологии 14-15 века, да. То есть мы можем продвинуть эту историю тульской металлургии глубоко еще и дальше в древность. То есть как минимум с 14-15 века мы обнаруживаем следы хорошо и богато развитого металлургического производства практически рядом с будущим местом расположения города. Но, конечно же, не все так было прекрасно в 18 веке, тем более к началу 19 века. Известный писатель, собственно, философ, ботаник, ученый, лесовод Андрей Тимофеевич Болотов в 96 году 18 века создал такой труд о рублении, направлении и заведании лесов. И он особо подчеркнул о том, что состояние засек, конечно, было, в общем-то, печально. Он писал, что засеки, особливо Адоевскую, лупили, опустошали без милосердия. Вместо подбирания валежника какой-то купец, видно сообщник вольдмейстера. То есть это, собственно, прототип лесничих. Лупил ее с корня в 400 топоров и только треск стоял. Засеки продолжали рубить страшно, опустошили ближние. За бездельное количество денег можно доставать сотни деревьев и сажень дров. Ну и так далее. То есть, конечно, безусловно, отчасти чиновничий произвол, конечно, не способствовал нормальному функционированию засеченных лесов. Наверное, в общем-то, эту же ситуацию мы видим и в настоящее время. Другой важный, не менее интересный аспект тульских засек. Тульские засеки сохранили очень важные с точки зрения истории и археологии следы землепользования или землеустроительства. Вот те самые как раз-таки валы и рвы, которые были чернаем обозначены как элементы фортификации засечной черты, они и те самые межевые валы и рвы, которые, в общем-то, были выкопаны в 1742 году вдоль кромки засечных лесов. Игорем Бурцевым была проделана вот такая реконструкция. Вы видите засеки, да, и вот эти валы и рвы идут вдоль всего засечного леса. Так что, когда вы будете наблюдать или обращать на это внимание, знайте, что это никакой не засечный вал и ров. Это обычный вал и ров, который связан с генеральным межеванием 40-х годов 18-го столетия. Мало того, что в 64-м году 18-го века валы и рвы были подправлены и картографированы инженер-капитаном Тучковым. То есть этому тоже уделялось большое внимание, потому что, как вы понимаете, состояние земельного фонда, разграничение казенных, частновладельческих земель всегда требовало пристального внимания. Вот как это выглядит в реальности. Бывают и такие крупные межевые валы и рвы, утиные ямы, то есть по сути дела как поворотные точки границ. Для того, чтобы обозначить, куда дальше граница уходила, выкапывали вот такие утиные ямы. Опять же, чернаем они позиционировались как какие-то башенки или другие какие-то элементы фортификации, но на самом деле, конечно, это все следы землеустройства или генерального межевания. К сожалению, эта тема только была моими коллегами-друзьями поднята Игорем Бурцевым, Михаилом Конноревым. Мне кажется, что с точки зрения даже вот такого землеустройства, наверное, это очень перспективная тема для дальнейшего исследования. Для того, чтобы понимать вообще, как развивались вот эти границы, как изменялись границы честновладельческих или, соответственно, казенных лесов. Ну и, безусловно, когда мы проводили исследование малиновой засеки, мы не могли пройти мимо очень, наверное, такой острой темы в истории нашей страны. Это Великая Отечественная война и тульские засеки. Ряд объектов, которые мы обследовали, мы сразу поняли, конечно, так называемых траншей, окоп, блиндажей, которые, конечно, имеют отношение к Великой Отечественной войне. То есть это не памятники археологии, но так или иначе они нам стали интересны. Мы провели вот обследование буквально где станция Рвы, это участок малиновой засеки, и обратили внимание на документы, опубликованные по 1941 году из оперативного очерка, посвященного обороне Тулы, следует, немцы перешли к обороне ежнее Тулы, выкопали окопы и организовали систему огня. Окопы совершенно с точки зрения их дальнейшего функционирования не использованы. Ну, то есть это говорит о том, что недолго они там, в общем-то, просидели, или даже, может быть, вообще не просидели, потому что как раз-таки речь идет о наступлении Красной Армии 8 ноября 1941 года. Вот так выглядят следы Великой Отечественной войны вживую при наших обследованиях. Я считаю, что это тоже нужно изучать, сохранять, ввиду того, что по современному законодательству памятниками археологии является все то, что насчитывает свыше 100 лет, но, как вы понимаете, буквально через каких-то два десятка лет, чуть более, и эти следы Великой Отечественной войны тоже перейдут уже в разряд археологии. Ну и, конечно, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что в последнее время муссируются слухи, идеи. Этот проект очень долго и очень плотно продвигается в различных сферах о создании так называемого особо охраняемого национального парка «Тульские засики». По нашему мнению, действительно, подобные проекты уже существовали. И, разумеется, с точки зрения и особо важной природной составляющей, и с точки зрения понимания засек как особого важного лесного плана, памятник леса, и с точки зрения археологии, и с точки зрения истории, и с точки зрения военного искусства и многих-многих аспектов, они действительно являются уникальной, но, наверное, особо охраняемой территорией. Единственное, только хочется верить в то, что подобный проект все-таки будет реализован, и тульские леса, засечная черта из, конечно, безусловно, из особо охраняемой территории, из категории особо охраняемой территории перейдет уже в разряд национального парка или заповедника со своим определенным статусом и получит должную систему охраны как уникальная, собственно, территория. Спасибо за внимание. Аплодисменты.